Так, раз, два, три, четыре, пять, проверка связи. Всем привет, дорогие друзья! Я вас безумно рада видеть, потому что, конечно же, с этой пандемией, вы сами понимаете, что вся жизнь прекратилась, вот, но сейчас она потихонечку обратно раскукоживается, вот, и теперь, слава Богу, у нас появилась вот эта гордая когда-то встречащая, он говорит, я переболела уже. У меня антитела, вот, я не заразная, поэтому сегодня мы с Сашей без намордников, потому что, собственно, я когда-то переболела, Саша переболела, мы гордые, мы с антителами. Сегодня я вам представляю замечательную Александру, давай пока официально, Саню Шанович, которая привезла в Победу необыкновенно красивую выставку, просто необыкновенно красивую. Я с удовольствием вам сегодня представляю. Как обычно у нас будет все проходить в формате распаковки, да, потому что, конечно же, мы, как у нас с вами рубрика, что в сумке у фотографа, но так как у нас, у Саши нету с собой ничего, потому что она прилетела из Москвы только с ручной кладью, и, как я понимаю, ничего с собой не привезла. Ну, камеры точно я не привезла, вообще никакой. Поэтому я предлагаю сделать такую невидимую распаковку, поэтому включайте воображение, сейчас мы начнем. Субтитры подогнал «Симон» Ну что, мы сегодня просто без видеографа нашего, без Тани, нам без нее очень плохо, поэтому мы немножечко будем бегать в камере, пожалуйста, не пугайтесь. Ну что, Саша, давай, доставай свою сумку большую, будем смотреть. Ну вот, мой большой рюкзак, такой большой-большой-большой, вот так. Сколько примерно килограмм? Ну, на самом деле, у меня сумочки все небольшие, поскольку все мои камеры маленькие и легенькие, я не таскаю больших Никонов, больших Кэнонов, у меня их просто нет. А что есть? Что есть? Что есть у меня? Да, давай, давай. А, ну, собственно говоря, у меня есть большие вещи. Да, то есть больших нету, но большие есть. Большие вещи есть, значит, что? Ну, во-первых... Давай, доставай, давай. Ну ладно, начнем с маленьких. Давай, давай. Самые мои маленькие любимые вещички – это пинхолы. Пинхолы – это камера обскура. Люди такие сидят. Ну, вспоминаем курс физики начальной практически школы, что камера обскура – это, собственно говоря, устройство, в котором есть маленькая дырочка, маленькая, очень маленькая, сквозь которую проходит свет, и на задней поверхности рисуют картинку. Этим пользовались художники времен Возрождения, тот же Леонардо, устраивали комнаты, камеры обскуры, рисовали по перевернутому изображению, потому что, ну, у нас так и проходит... Да, перевернут картинка. Вот, это все известные давно вещи, но с фотографией это стало использоваться вот как в наше, в новое время, когда появились светочувительные материалы, достаточной хорошей чувствительности, чтобы, ну, появилось изображение, поскольку дырочка, она очень-очень маленькая. Вот на моем первом, самом любимом пинхоле, это пинхол Zero Image. Это какое? Такая, вот он, вот такая вот небольшая, вот такая вот небольшая коробочка. Коробочка. Вот такая коробочка, вот такая небольшая, куда оставляется пленка 6х6, среднеформатная. Ну, это ничего себе, это уже такая большая коробочка. Ну, как, она, конечно, не спичечный коробок, хотя умельцы из спичечных коробков любят делать пинхолы. Так вот, у него диафрагма 138-я. Это как бы не самая маленькая диафрагма. Так вот, из-за того, вот эту стуку. Ну, это ее видно, там, смотришь, и свет идет, дырочка. Дырочка, игольная, узкая. Да, пинхолл и игольная дырочка от булавки, в общем, по прямому переводу. Да, собственно говоря, когда мы делаем пинхолл, мы иголочкой булавочной, ну, скажем, самой тоненькой, проверчиваем отверстие в каком-нибудь материале, в фольге, например, из пивной банки. И у нас получается вот такая малюсенькая дырочка. И чем меньше она, тем резче изображение. А ты помнишь вообще вот самый свой первый момент, когда ты увидела вот эту камеру обскурного действия? Как вообще это было? Значит, сначала это было в начале 2000-х годов. Мне попался выпуск журнала «Фото и видео», насколько я помню. И там была статья с фотографиями пинхола камеры обскуры. Я была потрясена. Это мне запало прямо в душу. Я начала искать, что такое пинхолл, как, что, где. И в результате мне подарили пинхолл. Пинхолл сделанной гонконгской фирмы. Zero Image, ну так. Не реклама, но тем не менее. Все хорошо сделаны. Покупайте. Хорошо сделанный пинхолл, потому что нужно же, чтобы было удобно, чтобы была перемотка, да, чтобы было пленку вставить, перемотать, чтобы затворчик был, работал там, ну уровень там, колюсико пересчета диафрагмы. Все вот это вот там есть. Несмотря на то, что это очень простое. Пинхолл – это просто, да. Это потом, что там колюсико пересчета диафрагмы. Ну, это для удобства. Без всего этого можно обойтись. Я, допустим, уже давно не пользуюсь никакими пересчетами диафрагм. Ну, то есть, ну как, там же тоже нужно, как бы, время какое-то определить, поскольку пинхолл – это длительная экспозиция. Всегда это меньше секунды. Это, ну, не бывает такого, да, меньше секунды. Но я никогда такой, наверное, и не делала такую выдержку. Вот. Ее муча, да-да, кубы подарили тебе. Да, не будем отвлекаться. Подарили мне пинхоллы. Я прекрасно помню свой первый кадр. И он мне очень нравится, и он мне очень дорог. И он, как ни странно, это было такое вдохновляющее для меня от мироздания подарок. У меня первый кадр, он получился очень удачным и красивым. Это были… То есть, мироздание, Саша. Да, когда я проявила первую свою пленку пинхольную, я была потрясена. Да, даже, да, даже оно получилось. Как это вот это вот все, дырочка, там, пленка. И получилось изображение. Это были лодки на Плещеевом озере. Я его до сих пор, это озеро очень люблю, и много-много снимала пинхолом там. Вот. И с этого момента началась моя пинхольная жизнь. Ну, при этом у меня и, как бы, обычная жизнь сохраняется, фотографическая. В плане того, что я снимаю еще и… И лейкой, да. И лейкой снимаю, да. Это моя любимая лейка Сиэлька, компакт лейка. То есть, она покороче, поменьше, в кармашек можно поместить. Вот. Ну, пинхолы у меня всегда со мной. Для них специально есть вот такие мешочечки, там, всякие маленькие сумочки красивенькие. Так, это значит, маленький пинхол, да, у тебя? Давай вот ложим все так вот так. Да. У меня их парочка, да. Парочка. Один под цветную пленку, другой под черно-белую. Так, чтобы… А, то есть, у тебя два маленьких пинхола? Два маленьких пинхола. А сколько времени ты примерно тратишь на одну пленку? Ой, вообще нет, нет, нет. Я… Ну, люди по-разному снимают, да. Кто-то может, там, несколько месяцев с одной пленкой ходить в ожидании, там, хорошего кадра, сюжета, того, что зацепит, вдохновит. Я предпочитаю, если я снимаю один сюжет, я предпочитаю его отснять с разных вариантов, с разных расстояний, с разными выдержками. И чтобы на этом закрыть пленку, проявить и уже, ну, посмотреть. Я сейчас просто пытаюсь понять технологию, да, потому что пинхол – это по-хорошему просто коробка. Коробка, да. У меня недавно, ну, у меня есть курс холокреатива, и мы как-то в начале, по-моему, сентября, я им говорю, чуваки, сейчас мы будем делать камеру обскур. Вот, у меня народ там, то есть, из этих, из коробок обувных, из комнат. Ой, из чего угодно можно, да. И у них было столько счастья, потому что это необыкновенно, что вот волшебство, вроде бы ничего нет, и закрыло. Раз, и, пожалуйста, картинка. Вот, они говорят, мы сделали изображение, а там, если низко, по-моему, делаешь, ну, изображение уходит на потолок. Ну, да, да, там, тут, конечно, нужно расчёты, естественно. Да, 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 вот, и, говорит, мы, там, мне девочка писала, что мы лежим с сыном, ну, там, с детьми лежим, смотрим на потолок, там машины ездят. Это прекрасно. Вот, это такое волшебство. Это волшебство, это реально волшебство. Я привожу в это. Вы представляете, какие классные воспоминания останутся для детей, потому что это же просто вот что-то необыкновенное. Ну, так вот, по поводу пинхола, да, то есть, это камера, это коробка с камерами. С пленкой, ну, с пленкой, с бумагой, там, может быть. А пленка, вот она рулом, как ты туда ее вот? Ну, обычная пленка, ну, в мой фабричный, скажем, пинхол. Да, то есть, там есть эти. Да, там всё есть, механизм перекрутки, всё есть, просто туда вставляется обычная среднеформатная пленка. Можно соорудить самим пинхолы с какой-нибудь из боди, какой-нибудь, там, цифровой, в смысле, камеры обычной. Эко, эко, ботинки эко отлично подходят. Да, прекрасно подходят заизолировать, там, всё-таки закрутить чёрные изоленты, сделать дырку. И можно повесить там на полгода куда-нибудь наверх и получить целерографию. Фотографию, хоть солнце, это тоже интересное направление в пинхол. Это же, я буквально недавно слышала, наверняка, это самая длинная, там какая-то... Ну, 8 лет, да, 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 да. И у меня тут тоже в чате этого креатива, там, значит, эксперты, короче, пишут. Ну, там просто картинку, картинка, и там такие эти самые реплики, комментарии людей, которые говорят, откуда там столько памяти. А как она так думала, держала батарейку? Да, 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 да. Как, как? И мои в чате говорят, слушай, если бы мы не прошли эту камеру обскору, мы бы даже и не поняли. Не поняли, что это такое вообще, что это такое, что это, что это, что это, что это, непонятное что-то. Короче говоря, батарейки ты... Батарейки не нужны, не нужны нам батарейки. Представляете, как круто, ни батарейки не нужно. Можно даже без пленки, можно на бумагу. Можно на бумагу. Вот, когда-то НИЕПС проецировал вообще на бетон, поэтому... На асфальт. Да, на асфальт. Если у вас будет бетон, ну там, кстати... Да, 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 да. То есть там в одном месте асфальт, в другом месте бетон. Ну да, это разница перевода, да. Да, 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 то есть вы можете просто на бетон даже проецировать. Представляете, как классно? Это очень много. Ну, светочувитных материалов вообще в истории-то очень много всяких. Пока дошли до желатина с серебром, там стоп-силов. А можно на обои, кстати, они же нацветают. То есть если поставить очень надолго и забрать жизнь... Ну, собственно говоря, люмина, люмина-принт получится. Отлично, да. Ой, столько всего существует на свете, на самом деле, для пытливого ума. Субтитры сделал DimaTorzok Саня, все тут перебрала, правильно? Да, 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 все, я маленькие, да, убрала там его, в коробочку, в свою, в мешочек свой. В мешочек бархатный поднячок. Не-не-не, у меня из Китая тряпочные такие. Ах, нам включили свет, ну ладно. А вы включите нам свет, пожалуйста. А вот этот? Да, спасибо. Мы же его специально выключили. Видите, фотографы приходят, всегда выключают свет. Да, открывают окно и выключают свет. Да, потому что... Музыка вам тоже не помешает, не помешает? Не, лучше музыку убрать. Лучше выключить, а то нас YouTube прибьет. Все. Авторские права на YouTube, это знаете... Нас как-то забанили, забанил YouTube, когда у меня был форум «Воды нет», и там мне, значит, скинули всю эту запись, а запись, причем она там оплаченная, чтобы люди могли из других городов посмотреть, то есть они ее платили и ждут. Я выкладываю на YouTube эту запись, а мне YouTube говорит, вот тебе, ебанит. Да, ужасно. Что такое? Оказывается, что нам вот эти товарищи, которые писали все, они отдали полную запись с перерывом. А в перерыве вместо лекторов врубили какую-то музуну. Понятно. Ну да, это засада. Это засада. YouTube говорит, авторские права, и просто все гасит. И поэтому пришлось срочно там как-то брать эту запись, вычищать всю эту музыку в середине, ставить, поэтому мне на музыке не надо, мы сами идем музыкальные. Вот так вот. Значит, маленькая пин-холл, второй пин-холл. Давай еще один. Так, вот есть у меня вот такой большой пин-холл, 8 на 10 дюймов. Ходо есть 2 дюйма, это у нас... Дюймы, ну это 2,5 сантиметра, по-моему, да, если мне память не изменяет. Моя память вообще молчит. Такой большой. Ну, фотографы знают 8 на 10 дюймов размер. Ну, кардан. А пусть. Кардан там 8 на 10. Это хороший такой большой формат. Хороший. Вот у меня есть не среднеформатный, а крупноформатный, да. Листовая, да? Пин-холл, да, листовая пленка в него, кассета туда прикрепляется специальными резиночками, прикрепляется стандартная, ну, кассета, куда заряжается там 2 листа пленки. Или можно зарядить листы бумаги, поскольку пленка безумно дорогая. А сколько? Ой, я даже не возьмусь сказать. Я даже уже не слежу за этим. Она такая дорогая. Она такая дорогая, 8 на 10, если хорошую пленку. То переводить на пин-холл такую пленку, ну, можно, конечно, но... Ну, ты говоришь, что переводить на пин-холл. А вот какой процент удачный? Процент удачный, ну, наверное, не сильно большой, на самом деле. Это попал, попал, попал. Не-не-не. На самом деле, удача, она, конечно, тут играет определенную роль в фотографических случаях, как и везде. Играет большую роль и опыт, да, фотографа. Потому что я, допустим, я... Все удивляются, а как ты кадрируешь? Ну, там же ничего нет, куда посмотреть. Я на самом деле смотрю, я понимаю, какой угол у меня охвата, что у меня входит как бы в кадр, в изображение кадр. Я его могу, уже исходя из своего опыта, компоновать. Вот. И, ну, соответственно, так же с выдержкой. Я ее определяю на глаз. На мной смеются мои сыновья, что ты, как это все. А так, открыла, закрыла. Даже и не считая, чисто на интуиции. Но это я, поскольку я... У меня уже большой опыт, почти 20 лет я снимаю пин-холлом, я уже действительно чувствую, когда, при каком освещении стоит сколько времени держать. Ну, плюс там привычка уже к проявке, к определенному режиму. Ну, чисто технически они у меня получаются практически все. Таких, чтобы больших недодеров или передеров. Ну, пин-холл он позволяет немножко... Расширить. Да, поскольку экспозиция длинная, долгая. И там плюс-минус... Ну, обычно средняя, ну, средняя при хорошей освещенности света, солнца там, допустим. Ну, на солнечном таком хорошем цвету, конечно, там будет 1-2 секунды. Ну, в зависимости еще от чувствительной постепленки, естественно. Да, вот давайте, а пленка, например, 100... Ну, скажем, сотка, да, 100 единиц. Ну, на ярком солнце, ну, да, секунда-две. Ну, то есть там есть такая пружиночка, да, есть задвижечка, а есть пружиночка. Ну, то есть это вот на зеро-имидж. Можно открыть-закрыть, то есть можно сделать короткую выдержку 1-2 секунды. То есть как тык-тык-тык, тык-тык, тык-тык. Это практически будет очень резкая картинка. У Пинхола, на самом деле, очень резкая картинка. Это иллюзия. Подожди, сейчас дойдем. Хорошо, давай, легкая, вот давай, тень. Вот мы сейчас с тобой сидим. Тень, да, 7-10 секунд. Ну, при таком вот освещении здесь, при таком, это будет минут 5, наверное, может быть, 7. Вот здесь вот мы сидим, то есть мы сидим с вами сейчас, у нас большое окно открытое, где вот вы там сейчас тусите. Ну, туда свет, солнце не светит, естественно, это теневая сторона, но это темно. Это темно, 5 минут. Ну, минут 5 точно. То есть ты можешь там, а там есть такое, что нажал и ушел? Задвижечку, нет, 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 задвижечку отодвинул и ушел. Можно самого себя снимать. Открыл, задвинул, сел, посидел, встал, ушел. Это никак не отражается на такой длинной выдержке. Короче, открыл, пошел. Ну, в принципе, да, если ты себя в кадре не снимаешь, то можно пойти попить чай. Ну, по сути дела, да, потому что 15, ну, 15, полчаса, 40 минут, это... 40 минут? Да, боже мой, конечно, есть и темно. Ну, ночную съемку пинг-холлом, конечно, вы понимаете, эффект Шварцшильда, он, в общем, до бесконечности увеличивает. Что-то большие какие-то незнакомые слова. Так, ладно, фотографы знают, должны знать. Фотографы, это настоящие фотографы знают. Маслова, нет, скажем, масловой гугли. Скажи мне, пожалуйста, ты говоришь, темно, да, вот 40 минут, это что должно такое, что ты должна снимать? Ну, допустим, уже ближе к сумеркам. Да, я снимаю что-то, какой-то сюжет, ближе к сумеркам, уже темно, и минут 40 это будет хорошо, если получится. Ну, просто нет смысла так особенно. Нет смысла, то есть все равно у нас, так как у нас отверстие, оно совсем не рекомендует. Да, да, и чем длиннее экспозиция, тем длиннее она должна быть. Вот, собственно, грубо говоря, эффект Шварцшильда. Ну, цифровые люди об этом, ну, об этом не думают. Напишите мне, пожалуйста. И не столь, наверное, актуально, не столь актуально этот эффект. Масло. Знаете, мы про эффекты, все такие сидят сейчас, такие, быстро погуглили, да, конечно, мы все знаем, да, такие, вот. Так, хорошо, большая камера. Она у тебя на треноге или она у тебя на треноге? Ее, конечно, не-не, ну, разумеется, лучше такую камеру поставить все-таки на штатив. Да и вообще, как бы, пинхолом снимаются штатива, вообще-то, ну, поскольку длинные выдержки, ну, вроде как, это положено снимать со штатива. Ну, вот, на самом деле, я не такой правильный пинхол-фотограф, я снимаю с рук просто-напросто, и минута, и две, и там, и сколь. Ну, на самом деле, я этот эффект, да, эффект я этот использую, поэтому у меня совсем не резкие пинхольные фотографии, если зайти там, посмотреть, не. Ну, мы покажем, да, 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 да. Вот, то есть, начинала, естественно, со штатива, таскала со штативом, я ставила штатив, все. Прекрасные резкие картинки, бесконечной глубиной резкости, они могут быть красивые, они могут, почему скучные? Ну, вот, мне просто поднадоело это дело, и мне надоело таскать штатив. Я ленивая, поэтому у меня самые простые вещи. Вот, ленивая настоящая фотография. Да, мне чем проще, тем лучше, да, чем меньше кнопочек, чем меньше на себе таскать, тем лучше. Скажите, пожалуйста, вот ты говоришь, что сначала был штатив, и было резко, а потом тебе это надоело, и стало нерезко, да, да. А вот, все-таки, если выбирает резко, и нерезко, вот, я понимаю, что это такой странный вопрос, но все-таки, вот, я чем ближе. Ну, наверное, нерезко, сейчас вот это импрессион, вот это вот ощущение, вот это впечатление, это, ну, какой-то эмоциональность, она для меня в этом больше заключена в нерезких картинках. Ну, наверное, все-таки, но больше эффект спонтанности. Ну, да, потому что, как оно, твое движение отразится на пленке, бывает просто, ну, супер, вот оно все легло, вот так, и там это, и движение отразилось, и все, и размытость красивая, и, вот. Вот, а бывает очень много хлама, конечно, ну, как у всех фотографов, но если с пленки получился один кадр, да, то это прямо, ну, прекрасно, это удача, иногда и не получается ничего, вот, так что это такая вещь, достаточно непредсказуемая, ну, я, исходя уже из своего опыта, могу предположить, что вот тут бы, тут вот, вот, получится, да, на нем всегда получается. Ну, если бы все было предсказуемо, у нас бы тут не было. Это было бы, да, совсем неинтересно. А, о чем мы сегодня, у нас сегодня хороший кадр, короче, вот он уже там замечался. Да, делаем идеальный кадр. Да, идеальный кадр, да, солнце, пожалуйста, туда, там все, там, модель встала, улыбнулась. И, кстати, часто я у тебя вижу и человеков на твоих. Да, я очень люблю снимать людей пинхолом, тоже, как бы, вещь такая, не совсем. Обычная, потому что, ну, это длинная выдержка человека, да, да, человек же, дышит, шевелится. Дышит, а не дышит. Вот, но, тем не менее. А у тебя все люди, вот, на длинных выдержках, ты им говоришь, как, там, замри, да? Нет, я, ну, как замри, ну, вот, вот, конечно, там, какую-то позу мы придумали, мы, там, то, что отвечает, допустим замыслу. Ну, и человек старается сохранять это положение во все время экспозиции. Вот, можно закрывать, открывать глаза, моргать, там, даже что-то сказать, что, в принципе, будет только очертание. Если особенно, если нет, если особенно снимать с рук, там, может, да, очень много. Ну, а со штатива, да, конечно, будет шевеленка. Очень прикольные эффекты, когда задние планы все вокруг резко, а человек, он сам не резкий, видно дыхание. Вот это вот, вот это вот, что самое интересное получается. Так, значит, большая камера. Хорошо, давно она у тебя появилась? Да, тоже давно. Какая была эволюция? Сначала маленькая. Потом мне подарили, вот, ну, где-то в десятых годах, там, в десятом, девяносто, не помню. Ну, я не сказать, что я очень много ей снимала, поскольку, ну, большая камера, это же, это таскаться там, да. Вот, но, тем не менее, на бумагу пробовала снимать, потому что пленка дорогая. На пленку тоже попробовала, но поняла, что это сильно как-то по карману бьет, и шедевров-то так сразу не получается. Увидите. Да, как ни странно. Вот, поэтому, поэтому я туда вставляла бумагу, снимала на бумагу, проявляла. Бумагу, сейчас у меня там такие, стой, какая бумага, просто вот фотобумага, да? Фотобумага, да, фотобумага, конечно, у нее чувствительность ниже, чем у пленки, там выдержка будет длиннее, как бы, ну, и диапазон, как бы, у нее тоже пониже. Короче, ты убираешь вот эту пленку, да, вот этот, короче, этап пленки и сразу камеру? Ну, нет, мы получаем негатив бумажный, но потом его как можно с помощью сканера, там, отсканировать, инвертировать, там, ну, тоже такое гибридное творчество. Ну, не скажешь, что у меня там получилось как-то много хороших картинок, но есть хорошие с пленки, с пленки. Парк, это большая, что еще в твоей сумке? У меня есть, да, туда, у меня есть произведение искусства, вот, вот такой вот чудной, совершенно невероятной красоты. Что это? Пин-холл с корпусом из ореха, и, ну, в общем, это... Ребята, вы понимаете, что пин-холл-то намного... Произведение искусства, это... Произведение искусства, это не просто кусок вот... Да, в данном случае это вот пин-холл, который был сделан для меня специально в подарок совершенно невероятным камеростроителям Андреем Шуруповым из Санкт-Петербурга, который большой мастер строительства всех камер, все, вот он делает это, делает произведение искусства. Вот у меня такой пин-холл, у него есть три насадки, три разных, как бы, объектива, с разным фокусным расстоянием, вот, это сделано на основе мамии среднеформатной, вот, то есть это у меня такой студийный вариант, он большой, тяжелый, красивый, когда я появляюсь с ним на людях, это что такое? То есть это у людей восторг в глазах и непонимание, что это такое, потому что это действительно, ну, вроде как фотоаппарат, но с другой стороны, это настолько, настолько красивая вещь, что даже, ну, непонятно, а как это вот так. А формат? А формат у него, да, средний формат, кадр у него 6 на 9, то есть еще больше, не 6 на 6, а 6 на 9, то есть это уже прямо такой самый большой средний формат. Слушай, ну, здорово, это вот у тебя прям вот пин-холл, там большой пин-холл. Маленькие пин-холлы, ну, в общем, да, ну и плюс у меня вот много всякого шурум-бурума, там вот коробочка такая вот тут. Что за коробочки? Ну, коробочка там из-под чего-то сделанная, там пин-холл, коробочка, там баночка, там есть такая кругленькая, есть там дырочка сверху, такой анаморф, когда световой поток идет не перпендикулярно плоскости светочувствительной, а параллельно. Да, и тут такие искажения интересные получаются на изображении, вот, то есть пин-холла можно настолько много всего разного напридумывать, ну, тут нужно, конечно, терпение, азарт какой-то, вот, но, в принципе, это несложно, и дети с огромным удовольствием занимаются строительством пин-холлов, и взрослые. Я проводила несколько таких хороших, больших мастер-классов по пин-холлу фотографий, когда мы строили эти пин-холлы, снимали, проявляли, печатали, и это вот все было, конечно, безумно интересно. Так, что еще фотографического из камеры у тебя в сумке? Я слышала слово лейка. Да, есть, потому что у меня вот два таких направления в творчестве, которые меня интересуют, это пин-холл фотографии и, скажем, документальная фотография, мне очень, я очень люблю бродить с фотоаппаратом, как многие фотографы. Она тоже пленочная? Она пленочная, да, пленочная. У меня, собственно говоря, все, что связано с творчеством, оно все пленочное, потому что цифру я, ну, воспринимаю это больше как, ну, во-первых, это утилитарная вещь, это коммерческая какая-то съемка, коммерческая фотография, ну и плюс там записная книжка, картиночку красивую снять, вот. Ну, там для себя, для себя, для друзей, там показать, вот. Поэтому в поездках у меня, я, конечно, стараюсь брать по максимуму все, и пин-холлы взять, и лейку взять пленочную, и цифровую камеру какую-нибудь взять с собой, чтобы можно было тоже это параллельно. Ну, плюс еще видео я снимаю, в общем, это все обвешиваешься всем этим. Ну, хорошо, что оно все занимает не очень много места, потому что если несколько, ну, его я точно с собой не таскаю в поездке, да. Это по поводу лейки, у меня был случай, у меня много цветов, вот, и я хожу, ищу, у меня лейки постоянно куда-то, ну, пропадают, да, то есть я хожу, и говорю, мне нужна срочно лейка. У меня муж из кухни, говорит, может быть, ты ограничишься Никоном? Ну, да. На самом деле, вот, в конце января, в начале февраля выйдет ежедневник, вот, очень классный, посмотрите на него, обратите внимание, потому что он для предзаказа уже доступен, ссылка в описании будет. И там, на обложке, там много паттернов с фотоаппаратов, вот, в одном месте мы с дизайнером аккуратно закопали одну лейку, поэтому ищите ее, она там есть. То есть там много фотоаппаратов всяких, там карданные камеры, там какие-то зеркальные, в одном месте лейка, то есть мы ее там, ну, изображение прям рисунок лейки. Лейка, а как вообще лейка, потому что лейка, там легендарная камера, потому что все, когда слышат слово лейка, они говорят, ааа, лейка. Ну да, легендарная камера. Почему лейка? Почему лейка? Ну, потому что, потому что, ну, не знаю, так сложилось. Мне, я снимала, конечно, начинала снимать, ну, я с детства вообще снимаю, это были пленочные зеркалки, зенитом, правда, я не снимала, ну, у меня папа фотограф, да, 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 я так потомственный, можно сказать, фотограф. А какая первая, по-моему, первая, ну, так, что, ну, смена 8М, там, в третьем классе мне папа подарил, я ей снимала, печатала фотографии, да, 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 с папой вместе в ванной, в темной комнате, вот, потом, потом мне подарил папа на свадьбу. Фэтмикрон, совершенно революционная камера была замечательная, полуавтомат с хорошим объективчиком, ну, не сменным, ничего, но такая маленькая, компактная камера, очень надежная, и я очень много ей снимала, вот, так, ну, семейно-бытовая, скажем, съемка, вот, 80-е, 90-е годы. Вот, потом у меня была, был пентакска тысячный пленочная зеркалка. Сейчас все любители пентаксов такие? Хороший, надежный, хороший, надежный аппарат, со сменной оптикой, ну, очень удобная, на самом деле, камера. Сейчас можно купить ее, ну, недорого, как любую, в общем-то, пленочную камеру, вот такую. Так, пентакс, а потом? А, потом, да, ну, как, вот, лейка, я загорелась вот этим, вот, в этот вот, этим, в этой легенда, да, ну, как же, надо же, я же снимаю, мне нужно лейку, ну, и опять-таки, не зеркалку, а дальномерку, это вот все, это, кортье-брессон, там, вот это вот все, хотелось вот снимать так же. Думаю, ну, для этого нужна лейка, конечно же, ну, вот, и с рук я купила у знакомых вот этот вот компакт вариант лейки, она, собственно говоря, такая же, просто она чуть поменьше, ну, и все преимущества лейки, естественно, есть, это надежность, бесконечная надежность механизмов, хорошая, хорошая оптика, объективы, ну, у меня парочка всего объективов. Кстати, давай достаем, ну, у тебя лейка, ну, объектив у меня 40-й объектив, и вот 90-й портретник, Элмар и Сумикрон. Сумикрон 40, Элмар 90. 40 и 90. Да, ну, конечно, мечтается о ширике, мечтается, ну, стоит, он очень, очень, очень дорого. Сумикрон 40, это сколько? Ну, они разные. Лейкерский ширик, это сколько? Сейчас даже не скажу, но... По чем мечтается? Мечтается, ну, 16, где-нибудь 18, ну, 18, по крайней мере. Сейчас просто я не запоминаю техническую информацию, там где-то у меня записано, закопано, где самый лучший ширик для лейки, какой из них. Ну, это нормально. Ну, там, ну, нет у меня пока денег на такой объектив. Ну, в принципе, я уже привыкла вот с 40-м снимать, он и не ширик, и не штатник, чуть шире. Ну, классический, это 35 миллиметров, да, все снимали там, великие. Ну, на самом деле, по поводу, там, стоимости лейки, у меня был как-то случай, меня попросила ученица, говорит, маслом я хочу лейку, типа, я говорю, бюджет, он говорит, миллион. Ну, знаешь, за миллион можно купить лейку, что, нормально. Нет, нет, там что-то была лейка, что-то там тушка стоила, плюс там же оптика, то есть... Ну, оптика, да, да. Я ей говорю, ну, вот так, она говорит, знаешь, я, наверное, что-то купила попроще. Попроще, ну, да, это реально очень, да, очень долго. Ну, она такая, да, вот, но с другой стороны, я думаю, что все-таки лейка, она есть лейка, как бы. Ну, собственно говоря, это культовая вещь, в общем-то, потому что надежных камер сейчас хватает, и, собственно, на пленку, ну, пленочную лейку тоже можно купить, не за безумные деньги. Ну, да, это же не цифра, потому что... И, в общем, это для души, в общем-то, делается, потому что деньги, ну, на этом сейчас не зарабатывают, насколько я знаю, на пленочной лейке. Я не знаю, вот, у меня все... Ну, это в исключительных случаях, конечно. У меня все мои деньги, они принесли вещи, которые я делаю для души, на самом деле. То есть, когда ты пытаешься, там, так думаешь, я сейчас, короче, здесь что-нибудь, короче, сделаю, чтобы прям заработать, тебе мироздание, говорит. Ну, разумеется, когда ты в любое дело вкладываешь душу, я... Да, когда ты в любое дело вкладываешь, ой, мироздание, интересно. Ну, я не могу по-другому тоже, я в любую коммерческую съемку, там, людей я снимаю, я безумно хочу, чтобы они получились живыми, хорошими, красивыми. И я очень много этому времени и сил душевных уделяю. А ты коммерческую съемку на что делаешь? Ну, у меня Sony. Так, сейчас достаем еще. Ну, Sony, да. Sony. Sony Alpha. Господи, это беззеркалка. Sony Alpha беззеркалка. Короче, не надо меня спрашивать, я не скажу, какие у нее циферки там написаны, ну, есть такая камера. Короче, мы достали Sony Alpha беззеркалки, сейчас все любители Sony. Вот, и что-то написано. Да, что-то написано, да. Глаза не могут прочитать. Ну, нормальная камера в общем. То есть, у тебя коммерция для души, тьфу, коммерция это Sony. Да. А вот. А для души все столь же. А для души, Sony такой робот, короче. А вот. А для души у тебя, вот видите, вот все вот. Да, такие аналоговые штучки. Классно. Так, еще раз, маленькие пинг-холы, ореховый пинг-хол, огромный пинг-хол, лейка, два объектива, плюс Sony какая-то там. Ну, там, какая-то Sony. Ну, какая-то, да, Sony. Еще тогда. Так, в кармашках что есть? В кармашках. Я вспомнила, что у меня во всех кофрах валяется огромное количество штативных площадок. Кстати, это очень хорошее вещи. Это удивительно, при том, что я штативом не пользуюсь. Ну, да. Но штативные площадки у меня там как-то живут, и, ну, вроде, вещь-то важная и хорошая. А ты знаешь, сколько это изолента? Лежит, а вдруг, да. Да, изолента обязательно. Это меня приучил сын младший везде таскать изоленту. Ну, у меня был момент, когда... Не, черную. Еще такая есть армированная серебряная. У меня какой-то момент была отломана эта самая крышечка. И зачем ты изоленту? Чего-нибудь приклеить. Чего-нибудь заклеить. У меня отвалилась крышка от этого самого аккумуляторного блока как-то на Sony. И я ее не могла почувствовать. Да, я ходила, я вот с этой изолентой, я ее... А серебряная она еще красивая. Ну, серебряная она надежная. Такая армированная. Ну, мало ли что. Прикрутить там чего-нибудь куда-нибудь... Так, изолента, хорошо. Еще что-то. Так, штативных коротек. Площадки. Площадки. Тросик, тросик. Тросик есть, да. Один? Ну, один, да, слава богу, валяется. Букет тросиков. Нет, нашелся. В общем, лежит один. Ты пользуешься или у тебя завышки все-таки? Ну, тросиком при съемке на длинных выдержках, там, ну, опять, с той же лейки. Да, ну, то есть, чтобы нет. Ну, в общем и целом я движусь к максимальному упрощению жизни. Короче, без тросика. Без тросика. Вот, что там еще? Ну, запасные флешки для цифры. А какими ты обычно пользуешься? Нисколько? Ну, 32, 64. Ну, 32, 64. Ну, и есть там даже старые по 4. Ну, это уже совсем, да, смешно? Ну, раньше это было много. На самом деле, это очень хороший способ научиться фотографировать. Мало. Да, для тех, кто начал с цифры, реально. Да, да, да. Потому что перешедшим с пленки, ну, у тебя есть 36 кадров или 12 кадров. И ты очень думаешь, и я до сих пор, у меня нет такого. Я не могу физически нажимать бесконечно на кнопочку. Если я понимаю, что это, ну, да, если что-то там мне не очень, я не нажму. Я лучше не нажму, чем нажму. Потому что потом это надо отсмотреть, отсортировать. Это пленка. Это вот, да. Еще же деньги капают, там, нажал на эту самую. Да, ну, и это работает уже, это настолько в подсознании, что я немного снимаю, я привожу там с поездки, ну, полторы тысячи, да. Это вообще фигня, да. С одной съемки, там, двухчасовой можно столько набить. А я вот привожу немного. У меня меньше работы потом. Короче говоря, дорогие друзья, если вы хотите вот потренироваться, снимать как на пленку, а пленки у вас нет, будет причина. Ну, ставьте, да. Вы можете поставить 36 кадров, да? Ну, 36. Представление, да? 36 кадров, да? Вы можете взять флешку, 4 гигабарта, поставить ром-формат. И вам будет, короче, 10. И там будет как раз, да, немножечко, нормально. Ну, будет мало, да, и вам как раз хватит. Это очень дисциплинирует. Да, главное, главное, быть честными с собой и не удалять кадры, которые, чтобы там у вас-то кончилось место, в какой-то раз почистить. Ну, надо. Ну, да, ну, ладно, если вдруг там шедеврическое что-то возникло, надо срочно другую вставить. Нет. 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 Нет, ну, как же кадр-то упустить? Здесь как раз поставил 4, а лучше гигабайт, 2 гигабайт. Там, по-моему, как раз сколько будет? Сколько получается? Ну, не скажу сейчас. Ну, там, короче, будет совсем мало, если в ру-формате еще. А еще лучше ставить RO плюс JPEG, чтобы прям... О, чтобы, да, совсем. Чтобы как следует. Вот. И тогда вы поймете всю прелесть пленочной. Да, это дисциплины, это осмысленности, простроенности. Ну, в общем, да. Да, это именно вот то, что надо. Так, у тебя, значит, флышки, еще что? Так, что, ну, запасная батарейка для... Для Сони? Не для Сони. Ну, для Сони понятно, что там зарядочное устройство. Ну, влейку... Не-не-не, влейку батареечка для экспонометра. Ага. То есть она такая, короче, тоже... Ну, да, она с экспонометром, туда стандартная таблеточка вставляется. Ты вообще им сейчас пользуешься, по-моему? Кто долго снимает? Не-не-не, ну как, пользуюсь, конечно, я не задумываюсь. У меня вот это, в этом самом видоискателе есть, это шкала туда-сюда. Я все-таки ориентируюсь, чтобы у меня не было этих... Да, чуть-чуть, ну, чтобы не задумываться. Ну, хотя у меня вот в Южном Китае мы когда были, путешествовали, там была дикая влажность, у меня вообще все перестало работать. И даже экспонометр. Я, по-моему, самый главный экспонометр вот здесь вот. Да, ну, поэтому уже что там? Ну, там 125-16, там еще что-то. Ну, в общем... А, кстати, вот на Сони, понятно, что здесь у тебя все вот ручное. А вот на Сони, когда ты снимаешь, у тебя там на чем работаешь? Ну, на ручном режиме. На ручном режиме? Ну, чаще всего, конечно, на ручном режиме. Вот, наш человек. Ну, да, собственно, автомат-то... Автомат? Не, автомат можно, конечно, использовать, когда у тебя предсказуемый свет, нормальное освещение, ну, и у тебя никаких особых задач не стоит. Ну, можно, конечно, но я тоже не могу, у меня не умею, я тоже уже... Нет, ты начинает это мелко колбасить, потому что ты мануал выставил, и ты точно знаешь, что будет. Да, что понятно, на резкость. А в автомате какая-то обезьяна с гранатой, она там сама по себе что-то... Ну, прикольно бывает иногда, я, когда у меня первая цифра появилась, я, собственно, на режиме автомата с удовольствием снимала, думаю, ой, как здорово, господи, как хорошо-то, он сам все делает. Ну, а потом уже, естественно, это все вернулось опять-таки к космысленной съемке, которой нужен, ну, есть задача, и ты ее можешь сделать уже, когда руководишь всеми параметрами съемки. Я сейчас признаюсь, я иногда снимаю на телефон в автомате. А что на телефон можно не в автомате снимать, извините? Ну, там же есть режим про еще, там уже руками все дают. А, ну, в смысле в этом, ну, не, я так не заморачиваюсь, так сказать, ну, иногда что-то потемнее сделает, там тыкнишь. Не-не-не, там же есть режим, когда просто автомат, когда если что-то просто коррекцию, ну... Ну, не знаю, у меня старый айфон, поэтому, может быть, может быть, да, у меня совсем старый айфон. Айфон нет, нету, это на этих есть, там есть режим про, когда ты можешь оставлять параметры. Ну, да-да-да, это я слышала, да, что сейчас телефон, конечно. На телефоне можно откорректировать диафрагму от 1,5 до 2,5, 2,8. Так ужаснее. Ужаще. Все, смерть фотографий. Смерть фотографий. Так что, большие вот такие камеры, наверное, там руд превратятся в телефоны. Да, никуда они не денутся, потому что ты не делаешь. Они в спальнике, что с ними станет. Да. Ими зато отбиваться хорошо. Ну, что ты телефон... Прекрасно, качаться там вот это вот все, да. Качаться. Видишь, какая... Да-да-да-да, здоровье, да, прибавляется там, обвес, это ж круто. Да. Ты кончиком бегаешь. Я тут на днях помахала лопатой, потому что у нас был снегопад, и все завалило там 30 сантиметров, и сейчас я чувствую себя... Болит все, да. Хороший фитнес. Это фотоаппараты по сравнению с лопатой, это просто малые дети, я считаю. После фотоаппарата ничего не болит. Это ерунда. Так что еще есть в кармашках? Так, что-нибудь для протирки, вот у меня салфеточки, конечно, есть для протирки объектива, о чем я забываю, иногда очень забываю. И когда увлечешься где-то в поездках, потом смотришь, господи, что такое? Что такое? Что за грязь? Не, не в картинке. Не в картинке пол. Там, ну, переднюю линзу, этот фильтр какой-то, а он заляпанный, потом думаешь, а потом еще и на матрице какие-то там. А, на матрице, да. Особенно, когда в студию пришел, поснимал, на закрытой диафорагме. Пришел домой такой... Ну, в общем, в поездках это у меня вообще беда просто, напросто. Ну, груша, груша, груша для продувки. У тебя прям настоящая? Ну, фотографическая, потому что у нее все-таки дырка, она не туда-сюда гоняет, она свежим воздухом сдувает. Вот, полезная очень вещь, конечно, для сдутия пыли вот эта фотографическая груша. Вот, но она мне везде нужна. И в печатной нужна, и везде-везде-везде. И сканируешь пленку тоже, ее надо... Ну, так, все это... Вещь хорошая. Вот, я ее в поездке беру всегда с собой, чтобы что-нибудь продуть, ну, протереть что-нибудь. А деньги? Деньги... Бывает, бывает, бывает. Бывает, заваляется. Потому что... Да, салфетки обязательно какие-нибудь влажные, там, для рук, что-нибудь там. Да. Ну, мало ли что. А деньги? Деньги... 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 Ну, обычно деньги я ношу отдельно, там, на поясной сумочке. А я обычно мне даю деньги, туда засуну. Ну, это тоже бывает такое, что кто-то что-то дал, там, и засунул в какой-нибудь кармашек, там, есть у меня кофр, в котором много кармашков. Самый большой кофр, самый неудобный, но самый большой. Там иногда надо все свалить в одно место. Да, да, да. И такой идешь, короче. Да, и оно на одной лямке, ну, в общем, старый такой, старорежимный кофр. Вот. И там иногда, да, заваляется какая-нибудь тысяча рублей. Это очень приятно. Я недавно обнаружила две тысячи рублей со съемки, помнится, со свадебной съемки, которая была несколько лет назад. Это я определила, потому что больше я этот кофр на коммерческую съемку не брала. Вот. Потому что тогда я брала камеру напрокат, большую-большую, мне нужен был большой кофр. Вот. И я обнаружила, и очень приятно было, да. Поэтому я предлагаю вам сейчас поставить на паузу наш ролик, и сходить, пошукать в своих кофрах. Да. Вдруг вы там что-то найдете. Там особенно где вот за резиночкой. Да, за резиночкой или вот между этими там стенками, вот этой поролоновой линией обычно тоже бывает там можно. Да. И бывают в кофрах вот эти тряпочки, которые там сворачиваются, куда-то просят. Тоже что-нибудь заваливается. Да. Вы посмотрите, вполне вероятно, что ваши кофры таят себе много... Неисчерпаемые запасы. Какой-нибудь шляпы, про которую вы уже забыли, он вам бережно все хранит, дорогие друзья. Вот. Я предлагаю сейчас наш разговор вот на этой точке немножечко закончить, потому что у нас уже много времени прошло. Вот. Но я с вами не прощаюсь, потому что Саша, кроме того, что она великолепный фотограф, фотографии у меня действительно очень классные, очень душевные, потому что я с удовольствием их посмотрела, и вы их видели. Ну, очень, я не знаю. Я необыкновенно люблю пинг-холл. Я очень люблю такие вот... Короче, я люблю такие фотографии. Вот. Я надеюсь, что вы тоже, даже если вы их никогда не видели, вы сейчас открыли для себя эту технику. Вот. Но кроме того, что Саша фотограф, она еще необыкновенно классный печатник. Вот. Она классный печатник. Вот. Поэтому сейчас я соберусь с мыслью, перекрещусь, потому что я, короче, так в себе печатник вообще. Я только так заглядываю. То есть, вот. Поэтому сейчас мы с вами прекращаем. Вот. Ну, а в следующем ролике, в следующем следите за анонсами, мы с Сашей продолжим разговаривать и поговорим еще про печать. Хорошо. Потому что это отдельная тема. Безумно интересная. Да. Да. И смешивать сейчас вот все мне как бы не хотелось. Поэтому на сегодня все. Спасибо вам большое. Надеюсь, что вы живо представили все наши невидимые, короче, пинг-холлы, вот, которые ждут Сашу в Москве. Вот. Саша, спасибо тебе огромное за встречу. Спасибо. Спасибо, Аня. Мне очень приятно, замечательно. Я очень рада. На Сибирске мы практически родном городе. Да. Вот. Обо всем об этом поговорить. Это для меня много значит. Спасибо. Спасибо большое. Вот. И сегодня все. Если вам нравится, ставьте, конечно же, лайк. Обязательно. Колокольчик. Вот. И пишите, пишите комментарии. Саше, господи, комментарии. Пишите вопросы в комментариях. Я Саше все передам, и она на них ответит. Потому что, действительно, это очень интересно. У меня есть тоже свой канал YouTube, но там очень мало чего. А, у тебя есть, да? Ну, он очень маленький. Короче говоря. Не обязательно подписываться, но он есть. Подписывайтесь на наш канал. Он будет в описании тоже к ролику. Вот. На сегодня все. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok